Ранее проект республиканского бюджета на 2020 год был одобрен членами кабинета министра в Абхазии, после чего, согласно предусмотренной законам процедуре, документ поступил в парламент для его дальнейшего рассмотрения. Народным избранникам проект бюджета представил вице-премьер министр финансов Джан Сухнанба, начал соглашение основных параметров государственного бюджета. В проекте бюджета на 2020 год предусматриваются основные параметры государственного бюджета Республики Абхазия по доходам в сумме 10 млрд 262 млн рублей, по расходам 10 млрд 516 млн рублей. Дефицит государственного бюджета планируется в объеме 253,6 млн рублей. В 2020 году доходы государственного бюджета увеличатся на общую сумму 40,5 млн рублей. Увеличение собственных доходов составит 124 млн рублей. Озвучив данные показатели, Джан Сухнанба перешел к оглашению параметров республиканского бюджета. В 2020 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 8 млрд 115 млн рублей, расходов 8 млрд 348 млн рублей. Дефицит составит 233 млн рублей. Источниками финансирования дефицита предполагаются привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия и других кредитных организаций Республики Абхазия в пределах 300 млн рублей, возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета и иные источники внутреннего финансирования дефицита. Также в 2020 году планируется направить 97 млн рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по железнодорожному кредиту. В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 млрд 369 млн рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 млрд 747 млн рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития 3 млрд 247 млн рублей, финансовая помощь Российской Федерации в целях бюджетных инвестиций 1,5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом уменьшение доходов в финансовой помощи составит 83 млн рублей. Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87,6 млн рублей или почти 3% по сравнению с 2019 годом. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, обратилась к коллегам с предложением поддержать законопроект в первом чтении. Нашими коллегами было принято решение о принятии данного законопроекта в первом чтении. И комитет предлагает поддержать данную инициативу. Более того, я еще хотела бы обратиться ко всем коллегам. Я просто уже неоднократно и на комитете высказала, но сейчас я имею возможность высказать присутствие практически всех депутатов. Я вас прошу, если какие-то замечания у коллег будет по бюджету, просьба в комитет предоставлять все замечания в письменном виде. Иначе комитет не будет рассматривать устные замечания по бюджету. У депутатов возникло к министру финансов немало вопросов. Народные избранники попросили расшифровать определенные цифры, приведенные в статьях бюджета. Прямо бросается в глаза это увеличение общегосударственных расходов на 338 миллионов 421 тысячи. При этом сокращение по направлению здравоохранения на 14 миллионов 327 тысяч. И на социальную политику 41 миллион 912 тысяч. То есть увеличение общегосударственных расходов на 338 и свыше 55 миллионов, 56 миллионов сокращение по отрасли здравоохранения и социальной политики. Кажется, наиболее важнейшие сегодня наши статьи расходов. Информация, представленная в законопроекте в части расходов, не отражает реальной картины, влияющей на итоговые цифры, подчеркнул министр финансов. То есть, если мы вот сейчас остановились, да, на разделе 0.1.0.2, это общегосударственный вопрос. Если рассмотреть данную классификацию в разрезе, то мы увидим с вами, что львиная доля увеличения расходов в этом направлении идет в рамках смежправительственного соглашения о софинансировании заработной платы отдельных категорий бюджетников. Все остальные позиции практически у нас остались на том же уровне, а по некоторым позициям нам удалось достичь определенного сокращения. Депутат Валерий Агрба также обратился к министру с вопросом по поводу планируемого перераспределения средств на восстановление детской больницы в Сухуме. Джансук Нанба прокомментировал ситуацию. Вами было сказано, что это будет предусмотрено в расходах на бюджет на 2020 год в рамках социального проекта программы социально-экономическому развитию. Как я сейчас недавно выяснил, хотя мы действительно не видим эту программу, проект принимает бюджет вот здесь на 3 миллиарда 246 миллионов программа, на этот год 1,5 миллиарда, и я узнаю, что детская больница не предусмотрена в трехлетней программе. Как вы можете это объяснить, и вы участвуете, являетесь членом межправкомиссии? Совершенно верно. Я участвую во всех совещаниях, которые проводятся с российской стороной. Я знаком с проектом, программой инвестиционного развития 2022. И, честно говоря, для меня, то, что я сейчас услышал, явилось новостью. У меня нет такой информации, что данный объект исключен из перечня. Из тех материалов, которые у нас есть и готовятся к утверждению на межправкомиссии, которая, кстати, состоится 10 декабря здесь у нас в городе Сухум. То есть речь об этом объекте, она у нас всегда встает. Совершенно верно. Вы отметили, что российская сторона ставит ряд условий, в том числе и условия в части завершения в срок центральной районной больницы в городе Творчал. Есть такие вопросы, они обсуждаются. Но об исключении объекта я... Но вот эта новая информация, что вы имели в виду и приняли соответствующие меры. Все. Народные избранники также озвучили ряд замечаний относительно финансирования сфер сельского хозяйства и образования. Восстановление и развитие сельского хозяйства 15 миллионов рублей. И как до этого депутат Аграба говорил, приобретение автомашин тоже у нас 15 миллионов рублей. Давайте не будем забывать, что у нас аграрная страна, что у нас вопросы демографии и языка связаны с сельским хозяйством. Вообще сельское хозяйство давно пора, давно датироваться государством, поддерживаться в районах. Большая часть населения занимается сельским хозяйством. Насколько оно эффективно. Вы обратите внимание, причину неэффективности это та же граница. Причин очень много. Согласно результатам экспертизы контрольной палаты, средства, которые были отпущены на финансирование мероприятий по развитию сельского хозяйства, были израсходованы крайне неэффективно, подчеркнул Джан Сукнанба. В этом контексте речь также зашла и о сельскохозяйственных кредитах. Деньги, взятые людьми в кредит на льготных условиях, а речь идет о 6% годовых, не возвращены. Самое страшное. И самое страшное. Те цели, на которые они были получены, не достигнуты. После долгого обсуждения проект республиканского бюджета на 2020 год был принят в первом чтении. Народные избранники также проголосовали за утверждение бюджетов всех государственных внебюджетных фондов. Дальнейшая повестка дня включала в себя вопросы относительно приватизации государственного имущества. К примеру, пансионат «Энергетик» в Гагре включен в перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации. Способ приватизации – конкурс. Оценочная стоимость составляет чуть более 60 миллионов рублей. Начальная цена торгов – 61 миллион. Срок восстановления – три года без условий сохранения целевого назначения. Вопрос относительно передачи нежилых помещений в безвозмездное пользование Единому духовному управлению мусульман Абхазии был отложен до следующего заседания. Амелия Бисмарк, Алексей Акухава, Абхазское телевидение.